перечень проблемных вопросов начал формироваться в общественной палате да конечно тогда вот не предлагали не давайте если так что появилось напечатать это в интернете и пусть блогеры добавляют к этому перечню и потом на этом голосованием обсуждением отсеивать то кто будет не основным оставлять перечень за который можно будет бодаться и общественной палате и остальным тогда можно совместную работу наладить а так каждый будет тянуть свой вопрос как у меня подъезд грязный на остальные не наплевать я как раз об этом хотел сказать что даже по тому обсуждению которое там было по смену не уже видно что сколько людей столько будет и мнение проблем мы не понимаем кого-то волнует площадке выбрала собак а вот кого-то волнует ясли это понятно поэтому здесь у меня все-таки есть предложение поступить по-другому есть круг проблем которые очевидны всем их я думаю можно самых ключевых набрать там 5-10 позиций самых важных самых и я хочу предложить тем людям кто кто готов кто готов не просто приходите говорить как все плохо да что там конец уже уже некуда и так далее а тех людей кто готов прийти и сказать что хуже некуда но можно сделать один-два-три и как как таким образом и как это сделать да и самое важное и не менее важно как еще привлечь людей потому что вот я тоже как-то комментировал больше всего у нас многие проблемы формируются там развиваются сохраняются именно потому что у людей потребительское отношение не только даже не столько к тому месту к тому городу где они живут да или там своему двору к своему дому у них потребительское отношение вообще в принципе как в культуре а это определяет очень многие проблемы те же в той же сфере жкх и так далее только когда человек начнет участвовать сам в том или ином виде путь пусть это будет даже хотя бы просто участие в обсуждении а там нет какие-то реальные действия понятно что требуется всех не стоит тогда может быть возникнет какое-то осознание там немножко другое понимаете я наблюдаю за этим вот даже у студентов которые здесь есть вот это вот культура потребительская которая воспитывает понятно что тем она воспитывается что она воспитывается в общем-то всем что есть в этой среде к чему она приводит потому что там современная молодежь современный молодой человек в общем-то не способен ничего там ничего поменять ничего изменить он не хочет этого ладнисту он не хочет ему ничего не надо ему нужно только дать он хочет там максимум получить от кого-то и при этом по барабану что там будет дальше поэтому я считаю что там вот этой специфике так скажем потребительской может противостоять только культура там созидания культуру участия и соучастие поэтому я предлагаю этот формат причем эта идея которая родилась не там здесь и сейчас эта идея которую мы начали в общественной палате самого начала просто обсуждать и она не выходила потому что вы понимаете я считаю что там такой формат работы он требует достаточно активного участия интернет аудитории интернет аудиторию у нас сейчас это один словно я думаю что как одна из основных может вам на форуме создать там комнатку вопроса крутику вот я честно сказать там крутику что извините вообще извините за там такую оценку я этого побаиваюсь на собачивание потому что за там те три дня в перечень вопросов которые я получил это мне работа на понимаете со власти никто не пойдет не будет там я вам сегодня пойдет а завтра пойдет значит смотрим за руль колонности дороже все хорошо а закончилась как вот в числе в числе обсуждений которое было там поднималась тема транспорта да и одна на мой взгляд одна из самых важных и проблем вот я и предлагаю пусть люди которые и там были интересные день там даже идея та же идея там вашей зеленой волны хотя бы умный светофор я чтоб он смотрит видит вопрос в том что если вы об этой теме и готовы не участвовать заявляйте готовы не участвовать то пожалуйста площадка а я со своей стороны там общественная палатка мы будем обеспечивать чтобы с этой площадкой работали и специалисты профессионалы причем неважно это специалисты из администрации это какие-то эксперты интересные которые есть там в москве или там других регионах мне интересно создать здесь реальное обсуждение которое будет переходить в реальность нашу которую мы будем видеть это могут быть конечно и не столь масштабные задачи как решить как сделать там зеленую волну в одинцов это может быть и другой возьмите тему парковок то что вчера тоже как раз обсуждалось на портале у нас в городе нет программы парковок хотя там на моей памяти задачи поручения ставим нету даже когда строки земли я по этой земле много сейчас воевал честно скажу по ЖКХ я занимаю очень плотно дословые годы сколько был у всех начиная депутатов заканчивая ситуация одни по другим что мы не отдаем придомовой территории по закону у нас положено новостройка сдается определяется граница придомовой территорий но насколько мне последние ответы приходят застройщики пока придомовой территории мы не даем в общее имущество а консистенционному суду мы обязаны уже их отдать то получаем что на этой территории у меня получается в любую может быть вот например один из тебя дома в Аркопитя например поставил мусорки прям по въезду дома на детской площадке вопрос возникает я три года бьюсь чтобы эти детские площадки убрают Роспотребнадзор кого только ну честно говорю что только не происходило ситуация возникает в другом что мне не дают специально отдать площадки чтобы не формировать территорию градостроительной политики не существует дома хаотично строятся точные застройки инвестконтракты все 2003 года они все боятся их потерять и всегда проблема возникает в том что у ЖКХ собственник технического обслуживания катарист принимается у нас сугубо говоря монополизм 65% мудро личного хозяйства 15 компаний у нас всего в один словом команды что мы получили мы получили то что парковаться неги уборка снега не производится это не производится когда возникает вопрос я обратился к Тимирлееву я говорю у вас в решении совета депутатов написано основание жилищного кодекса я говорю у вас индексационная надбавка которая отменена в 2010 году до сих пор существует в городе жилищного кодекса в городе жилищного кодекса второй вопрос возник о том что почему у меня не проверяли законы управления домами у меня был сейчас другой компаний никто я не выбирал поставил выполнил задачу застройщика и бандат отсюда депутаты но самый вопрос возник у меня в том что у меня совет депутатов принимает тариф технического обслуживания для всех домов единых куда входит уборка территорий смете доходов что мы сделали сейчас мы сделали очень хорошую уловку что взяли 300 человек выдали корочки что представитель вроде бы администрации эти люди в каждом доме существуют есть такая уловка по закону что собрание вроде бы очное мы собираем но его на не проходит мы тогда принимаем уходим в управляющей компанией уходит на тариф технического обслуживания принятый совет депутатов то есть 33 рубля я когда обратился к городе если территорию вы придомовую мне не отдали в нарушение у меня кстати 11-1 нарушение придомовой территории не отдали я отписал письма 12-го года я каждый день отдайте придомовую территорию наведу порядок с парковкой нет я не отдал мне теперь последний письмо которое пришло гладышев сказал подавали суд на гусево гусев говорит не на гладышево вопрос в другом возник последний письмо удрявство отписался о том что 3 квартале 13-го года я вам сделаю придомовую территорию определю границы придомовой территории но у меня до этого разрушен был асвард все подъезды но мы все еще забываем о том что вышло 83-е постановление школы а то что там если гимназии называются то мы должны иметь спортивные бассейны все-все-все что там гимназия называлась и опять и гимназии если нет там чему-то связано опять же с этими придомовыми территориями вот сейчас до сих пор у меня сейчас возник вопрос я написал обратился московского областного я говорю скажите пожалуйста кто ведет где список шей м